У тебя с Юрием Павловичем как часто случались диалоги и случались ли вообще? Позвал меня к себе в комнату, я думал, что я натворил, что я сделал, полное опустошение. А, это вторая лига, полное опустошение, напихать тому же черлуки. Хоть бы вот, он заиграл бы у нас, вот дай бог. Дайте воды мне. Дорогие друзья, это возвращение Лока Ликс, и сегодня у нас замечательный гость, Станислав Макеев. Добрый вечер. Добрый вечер, Станислав, как к тебе обращаться? Мага, как тебя называют в команде, Стас, Станислав, давай сразу определим. Давай Стас. Стас, то есть мага тебе не очень нравится? В принципе, да нет, почему, как бы это приелось мне, если партнерам удобнее так обращаться ко мне, ничего страшного. Я помню, Диму Тарасова Тарой называли, но он так иногда признавался, что, конечно, лучше Дима. Да, честно, нет, я привык к этому, кто-то, друзья меня называют, например, Макеев, многие называют Макеев, многие, Стас здесь в команде мага, то есть по-разному мне не принципиально. А что тебе принципиально в общении с партнерами? Открытость, думаю, и в том, что, чтобы не скрывал никто ничего друг друга и говорили все в лицо, даже если это не самые приятные вещи. Здесь это есть? Конечно. Так и открытость? Я думаю, да, многие могут высказать партнерам, да, это касается даже не в футбольных темах, в быту, могут высказать, могут подсказать, и каждый воспринимает критику адекватно. Что было самое неприятное, что ты услышал от партнера по отношению к тебе? Ну, пока мне ничего такого не запомнилось. А приятное? Приятное, да, приятно всегда просто сидеть и разговаривать с приятными тебе людьми на разные темы, и все. Ты легко преодолел период адаптации, что ли, в основной команде? Потому что в молодежке, в Казанке, понятно, все свои ребята, один и тот же возраст. Здесь разные страны, абсолютно разная ментальность. Как ты здесь им еще? Я благодарен ребятам, что они тепло меня встретили, и как русские, так и иностранцы. Действительно мне помогло то, что я знаю английский язык, могу общаться с людьми, и нашел какие-то темы, на которых мы соприкоснулись. И по сей день прекрасно в работаем время. Откуда у тебя такой хороший английский? Я учился в гимназии с английским уклоном до девятого класса во Владикавказе, пока не уехал в Москву. И у нас были экзамены после девятого класса, то есть поэтому я занимался и с репетитором, потому что надо было и хорошо сдать, получить аттестат. И вот так вот как-то получилось. Ну обычно ребята, когда занимаются футболом, они зачастую не понимают, что помимо футбола нужно еще развиваться в других направлениях. Ты это сам понимал? Естественно, родители поставили мне, скажем, ультиматум. Если ты будешь плохо учиться, ты не будешь заниматься тем, что тебе нравится. И поскольку я очень люблю футбол, приходилось успевать учиться и учился неплохо. Это кто же вообще? Мама, папа? Ну мама, конечно. Мама? Да. То есть папе в принципе футбол был важнее? Естественно, он понимал, что для этого меня важнее, но он тоже был на стороне мамы, что не знаешь, как сложится жизнь, поэтому нужно образование в любом случае. Ну и в общем-то формат отношений с родителями какого-то спора здесь не предполагало? Я думаю, нет. Я прочитал в одном из твоих первых интервью, когда ты еще за молодежку играл, что в свое время ты тэквондо занимался, и потом сказал, пап, хочу футбол. А он тебе сказал, мол, хорошо, но обратной дороги уже не будет. Почему такая принципиальность? Почему мальчик не может, не знаю, попробовать, понять, вернуться? Чтобы это не было мимолетным мгновением, то что сегодня я хочу играть в футбол, завтра я хочу заниматься дюдо, послезавтра карате, то есть он заставлял меня уже в столь ином возрасте делать осознанный выбор. То есть если тебе это нравится, ты старайся заниматься этим всю свою жизнь и посвящать все свое свободное время этому. Что сейчас с футболом в Владикавказе? Потому что для людей, не посвященных особо глубоко в проблемы футбола Северной Осетии, там все плохо. Получается, после девятого класса, то есть 15 лет, к сожалению, по каким-то причинам с командой что-то случилось. Было много непоняток, как все сложится в республике. Но республика жила футболом, и для всех это был большой траур. И в этот момент пришел выбор, то что если я хочу играть в футбол, то нужно постараться это сделать в высококлассных академиях России, попробовать поехать в Москву. В тот момент Аланья основная не развалилась бы, ты бы оставался в системе клуба? Да, я думаю, я бы оставался в системе клуба, потому что мой отец долгое время работал в системе клуба. На данный момент у клуба появился частный спонсор. Пока дела идут вроде неплохо, и команда борется за первое место с Волгарем. Я знаю, что у них 4 очка разрыва и еще игра в запасе принципиальным соперникам с Волгарем. И надеюсь, команда выйдет в первую лигу и только будет развиваться. А папа работал в Аланье на футбольной должности какой-то или не связанной? Да, он работал, сначала он работал массажистом, а потом, как так получилось, он работал как начальником команды. Ты понимал, что ты являешься лидером, что у тебя есть будущее? То есть в семье как вы поняли, что можно уже в Москву, собственно, и поехать попробовать свои силы? Мне опять же поставили ультиматум. Но они знали, что я хотел играть в футбол. В юном возрасте Академия для меня это была какая-то сказка. Я не знаю, я хотел это, я спал, я мечтал об этом. И друг отца уехал в Москву, переубедил мою мать, моего отца, что нужно ехать в Москву и пробовать. И вот так вот я приехал в Москву. На первой тренировке у меня абсолютно все получалось. То есть лучше, чем обычно? Лучше, чем обычно. Мы, например, ставили удары. Из пяти ударов у меня пять залетало. Долетаю в девятки. Просто сумасшедшие голы. И когда после первого дня меня оставили, я был, не знаю, на седьмом небе от счастья. По Владикавказу скучаешь? Первое время, конечно, скучал, потому что 15 лет ты, когда все время жил дома, ты считаешь, что ребенок. Естественно, тебе не хватает семьи, не хватает друзей. Но сейчас у меня много друзей в Москве. То есть моя семья может ко мне приехать время от времени. И поэтому мне комфортно здесь. Что ты извлек для себя? С чем ты уехал из Владикавказа? С какими-то, не знаю, принципами, с какими-то правилами внутренними? Я уезжал с мечтой. И все. Просто я понимал, что если я сейчас не попаду в академию, то, скорее всего, я пойду учиться. Я это четко создавал. Только локомотив был вариантом? Нет, я приехал домой и спросил, куда мы пойдем на просмотр. И он мне сказал, ну пойдем в локомотив попробуем. Если там не получится, то есть еще ЦСКА, Динамо, Спартак. И все. А почему вариант номер один был именно локомотив? Честно, не знаю. Так сложилось, наверное. Ну и тебе, в принципе, без разницы было? В тот момент. Ну да. Ну да. То есть ты в футболе болел за Ланью. Ну естественно, как и любой мальчик во Владикавказе, это была команда номер один во всем мире. И поэтому, кроме Алании, на тот момент не было никаких приоритетов. За это время, что ты в локомотиве, ты в локомотив успел влюбиться? Конечно. На данный момент это мой дом. Мне комфортно здесь. Здесь все уже свои родные люди. И каждый день я получаю удовольствие от того, что я делаю и нахожусь здесь. У тебя были в детстве какие-то, знаешь, такие классические истории? Встать в пять утра, играть в рваных бутсах, ехать через весь город на тренировку. Ну вот такие, знаешь, классические воспоминания о детстве каждого второго футболиста. Или все было достаточно гладко, что ли? Нет, естественно. Не схожу, что я с очень обеспеченной семьей. И во Владикавказе в то время в основном были полупрофессиональные бутсы. Практически всю свою жизнь я там играл в полупрофессиональных бутсах. И даже на просмотр сюда приезжал в полупрофессиональных бутсах. И я только здесь узнал то, что это полупрофессиональные бутсы, когда некоторые ребята так начали подстёбывать немножко. Но ничего, у меня характер сильный, справился. Ну я думаю, что вот подобные потрунивания, это в принципе не главная проблема, с которой ты столкнулся. Какие были самые главные проблемы, с которыми ты столкнулся? В локомотиве? Ну за футбольную карьеру, наверное, да, пускай уже в эпоху локомотива. Для меня самое тяжёлое было травма. Когда ты в 16-17 лет, когда ты должен показывать себя, должен попадать в дубль. И ты только набираешь форму, только выигрываешь конкуренцию, и у тебя что-то опять происходит. Что-то надрывается, что-то болит, что-то ломается. И это было... Иногда действительно практически руки опускались, но я брал волю в кулак, и я думаю, с честью выходил из этой ситуации. Самый тяжёлый период, наверное, было начало сезона 17-18, да? У тебя было чуть ли не две подряд красные карточки. Потом, когда ты в третий раз вышел, тебя заменили из-за травмы спины. И в тот период, я слышал, ты чуть ли не психовал до такой степени, что закончу я всё это. Ну, естественно, когда ты просто не понимаешь, почему это происходит. Я думаю, не знаю, в жизни футболиста бывают такие ситуации, в которых ты не можешь себе отдавать отчёт, по какой именно причине происходит так. То есть я знал, что в этой ситуации нельзя фалить, но я делал почему-то это. И из-за этого психовал, потому что не мог найти причину, почему я это делал. А потом нашёл или просто период как-то сам собой закончил? Это просто как-то начал играть, начали доверять. И пошло, 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 пошло. Но даже до сих пор, если я вернусь назад и спрошу себя, что я делал не так, я не найду ответ. Просто такие ситуации случаются. Был кому-то персонально, в первую очередь, был благодарен за преодоление этого периода непростого? Ну, я думаю, моей семье, потому что она всегда была рядом со мной и поддерживала меня во всех ситуациях. Ты сейчас уже стал игроком «Локомотива», всё равно продолжаете созваниваться каждый день и переписываться? Конечно, каждый день я держу связь со своим отцом, со своей матерью. У меня очень хорошие отношения, и я могу поговорить с ними на любые темы, не касающиеся футбола или обыденной жизни. Последнее, какую проблему, что обсуждал с ними? Наверное, то, что мама хотела приехать на эти три дня в Москву. Мы просто выбирали билет ей вместе. Договорились? Ну да. Хорошо, забыли сезон молодёжки, который начинался сложно, потом всё закончилось хорошо, и потом ты перешёл в Казанку. В Казанке это был сезон борьбы за выход в ФНЛ. В принципе, всё должно было, мне кажется, заканчиваться хорошо, просто обязано было. Но вот случилось так, как случилось. К сожалению. Был матч с текстильщиком, 27 апреля, кажется. Не помнишь точно? Да, это не помню. Непонятно, да, удаление Жоры Махатадзе, ты всё-таки забил перед уходом на перерыв. Опиши те эмоции. Я никогда не видел такой радости, что у вас, что у тренерского штаба. То есть фантастические эмоции на лице. Когда мы выходили на этот матч, мы понимали, что здесь за эти 90 минут решается всё. Либо мы выходим, либо мы не достигаем своей цели. Поэтому все были суперзаряжены. Благодарю наших болельщиков, которые пришли на футбол. Их было действительно много. Мы искали их поддержку. И плюс при удалении, когда я с углового забил гол, это было под занавес первого тайма. Мы зашли на перерыв. И я уверен, что каждый верил, что мы сможем выиграть этот матч. Но, к сожалению, так случилось. И футбол не прощает ошибок. Какая ошибка была? Удаление, да? Ну, удаление, потеря концентрации в каких-то моментах. И поэтому текстильщик забивает два, и мы остаёмся во второй лиге. Что было в раздевалке? Полное опустошение. Я думаю, первые пять минут никто не разговаривал. Денису Фикторовичу, тренеру, было трудно найти какие-то слова. Потому что он понимал то, что, к сожалению, мы потеряли практически все шансы на выход в НЛ. И, повторюсь, все были просто опустошены. Другого слова не найдётся. Вы делали крайнего из Жора Махатаза? Или такого не было? Конечно, нет. Жора сам понимал то, что он ошибся, он подвёл команду. Но выигрываются матчи и в десятером. Поэтому все могли винить только себя, потому что не смогли проделать работу так, как надо, и выиграть матч. В частности, и я. Наверное, это была такая последняя, основная глава, что ли, твоей жизни в Казанке? Думаю, да. И, конечно, захотелось бы её закончить на мажорной ноте, выйти в НЛ, но так сложилась судьба, и нужно двигаться дальше. Казанка – это круто? Я думаю, такие проекты нужны каждой команде, потому что после дубля, после молодёжной команды нужна ещё одна ступенька, чтобы какое-то время проявить себя и подойти к готовым к основной команде. Многие ребята после молодёжки привлекаются к основной команды, едут на сборы, и это заканчивается только поисками на сборы. Ну, я считаю, мне повезло, я остался в команде с первого сбора, и на данный момент похожу здесь. Кстати, зачастую я обращал внимание, кто-то попадает на сбор основной команды, потом всё-таки не выигрывает конкуренцию по объективным причинам, возвращается на ступень ниже, в молодёжку или в Казанку, и почему-то уже перестает демонстрировать уровень такой высокий, за счёт которого взяли в основу. То есть как будто есть какая-то внутренняя обида и прям какое-то такое падение. Ты замечал что-то такое? Конечно, я замечал много примеров, но я думаю, это психологически зависит от каждого. Я думаю, не стоит никогда сдаваться, и в конце концов ты должен получить свой шанс. Главное в этот момент быть готовым и проявить себя на все 100%. Молодым ребятам, которые не имеют практики ещё в основной команде, ты посоветовал бы играть за Казанку или искать какие-то варианты аренды? Конечно, я посоветовал бы играть в Казанке, потому что вторая лига – это мужской футбол, это силовой футбол, там люди зарабатывают хлеб для своих семей, они никогда не уберут ногу, побегут до конца, и это настоящая школа футбола. Несмотря на то, что у многих команд просто нет мотивации, они не стремятся выйти дальше? Ну, несмотря на то, что у некоторых команд нет мотивации, у них есть мотивация кормить свои семьи. В этих командах играют мужики, которым по 30 и более лет, и они понимают то, что имея небольшие зарплаты, они могут заработать деньги премиальными, а премиальные получат лишь только, когда выиграют матч, поэтому они бьются за каждое очко. А есть разница играть за «Локомотив-2» или за Казанку? Так это одно и то же. То есть это одно и то же? Ну... Просто изначально был «Локомотив-2» давно еще, формально, да, а потом решили сделать такой, знаешь, самостоятельный проект, чтобы вы чувствовали, что вы не идете под номером 2, а что вы здесь не представляете, да, клуб самостоятельный? Ну, с психологической точки зрения это хороший ход. Ну, ты сейчас ответил, чтобы похвалить нашу клубную работу, или ты действительно так ощущал с ребятами? Сказать, что я ощущал. Ну, говори, как есть. Да. Особо разницы нет? Особо разницы нет. Хорошо, когда ты почувствовал себя... Все равно, ты чувствовал себя игроком «Казанки» или игроком «Локомотива-2», правильно? Ты не чувствовал себя футболистом «Локомотива». Почему, если команда находится в системе клуба, почему... Конечно, я себя чувствовал. То есть для тебя, когда ты перешел в основную команду уже на постоянной основе, вот не был какого-то конкретного момента, когда ты сказал, наконец, вот я теперь футболист «Локомотива». Для тебя это было все такое поступательное развитие, и как-то не было такой какой-то отсечки важной. Я думаю, все, что идет до основной команды, ты не можешь себя полноценно назвать игроком «Локомотива», именно основной командой «Локомотива». Столько, когда ты попадаешь в команду мастеров, ты полностью можешь ощущать себя игроком «Локомотива». Сейчас ты ощущаешь? Да. А ты когда перешел из Академии в молодежку, ты сказал, что теперь нужно на поле думать в два раза быстрее, действовать в два раза быстрее. Когда ты из молодежки перешел в «Казанку», такое же было двукратное увеличение скорости принятия решения? Увеличение борьбы, увеличение скорости было намного выше, несмотря на то, что это вторая лига. Когда создавали «Казанку», переходя из молодежки в «Казанку», мы думали, что это вторая лига. Ничего сложного. Но с первого тура мы столкнулись с очень большой конкуренцией, то есть с высокими скоростями, с хорошим исполнением у многих футболистов в командах. И было нелегко. А когда ты переходил из «Казанки» в «Локомотив», какая разница? Разница космическая, я думаю. Более космическая, чем предыдущие? Да, да, конечно. Здесь подобраны мастера высочайшего уровня на любой позиции. Тебе никто не даст здесь принять мяч, поднять голову, подумать. Ты должен все это делать заранее. Когда ты удивился больше всего? Вообще от того, что с тобой происходит, от того, какой уровень? Я думаю, в первую неделю, когда попал в «Локомотив». Именно во время тренировочного процесса? Да, естественно. Кто тебя впечатлил больше всего? Леша Мирончук. Это его левая нога, как он ведет мяч, как он обыгрывает соперника, как он мыслит на поле. Это действительно высокий уровень, я считаю. После Леши? После Леши практически все футболисты. Кто тебя удивил конкретно твоей позиции? Ты же все-таки в первую очередь на конкурентов потенциальных смотришь. Я думаю, Чарли, великолепная первая передача, великолепный отбор. Очень грамотно читаю ситуацию, настоящий лидер на поле, но также я могу сказать про других игроков. Именно то же самое. Ну давай остановимся на центральных защитниках. Вот давай по очереди. Чарли, Хеведес, Кверквелли, Мурилла. Расскажи о сильных качествах каждого. Они же разные футболисты, они же отличаются. Помоги нам. В чем разница? Вот давай, Чарли. Чарли, первый пас, видение поля, выбор позиций, ну и лидерские качества. Если берем Хеведеса, то это игрок с колоссальным опытом. Он может сыграть как в центре защиты, так и слева. И справа. И справа. Также прекрасное видеополе, выбор позиций, еще раз скажу, колоссальный опыт. Игрок высокого уровня. Кверквелли, ну когда я пришел, у него, к сожалению, случилась травма. И он очень много пропустил. Но в те моменты, когда я смотрел матчи, будучи в Казанке, то есть это сумасшедшая отдача. Хороший отбор, высококлассная борьба. Наверное, на втором этаже прекрасно играет. И Мурила физически сильный. Также второй этаж очень хорошо ведет борьбу. Хороший пас, хорошая техника. Все игроки высокого уровня, очень высокого уровня. Ты про Макеева еще забыл? Ну, мне еще многому надо учиться. Учиться у таких партнеров. И каждый день я подмечаю что-то новое. И развиваю свои сильные и слабые стороны. Если конкретно, вот что именно ты подметил из последнего у кого-то из вышеназвленной четверки? Начало атаки, выбор позиций, в какой ситуации надо отступать, в какой ситуации встречать. Где придержать соперника, где, наоборот, выдержать линию офсайда. А какая пара центральных защитников сильнее? Макеев-Черлока, Макеев-Хеудес, Макеев-Кверквелли или Макеев-Мурила? Я думаю, это головная боль главного тренера. И решать ему, а не мне. Хорошо, давай так. С кем ты ощущаешь, что получается лучше всего? Потому что во время тренировочного процесса тебя часто тасуют с ребятами. И ты, мне кажется, уже со всеми поиграл. Некомфортно по-своему играть с любым игроком. Потому что каждый это большой профессионал и знает свое дело. Это же не просто говорят о связке центральных защитников. Все-таки не должна быть какая-то химия. Вроде по отдельности сильные футболисты иногда друг с другом не играют. А иногда как-то вот дополняют за счет качества. Я поэтому про качество и спрашивал. Вот на данном этапе твоего развития. Ну, откровенно, вот как ты считаешь, с кем тебе действительно иногда... Вот ты думаешь, о, как мы друг друга сейчас классно поняли. Ну, полностью единственный матч я играл с Ахматом. Играл с Чорлукой. И играть было с ним одно удовольствие. Потому что подсказ, как тебе действовать, как располагаться. На самом деле было комфортно. В любой момент готов был подстраховать. Он тебя? Да, на данный момент, наверное, я назову Чарли. А ты готов его подстраховать в каких-то моментах? То есть, например, ты, наверное, быстрее, чем Чарли? Ну, конечно, если я нахожусь здесь, то я готов и помочь, и конкурировать с любым из них. На протяжении всей своей карьеры, непродолжительно, но мы берем и академию в том числе, и детско-юношеский футбол, ты действовал на позиции опорника. Когда ты стал центральным защитником и почему? В заключительный год Ваня Лапшов его забрали довольно-таки рано в дубль. И у нас были проблемы с центральным защитником. И тренер попросил меня сыграть на этой позиции, потому что не было никого, кто смог бы сыграть. И как-то начал-начал играть. И вроде получалось. И вот так вот. Так меня забрали в дубль. Начал играть в дубль. И все вот так и пошло. Сейчас ты именно эту позицию считаешь своей основной? Я думаю, как я могу сыграть в защите, так я могу сыграть в опорной зоне. То есть принципы игры я знаю, я понимаю. Но твои сильнейшие качества. На данный момент, да, естественно, в защите, потому что последние два года я считаю, что играю в центре защиты. И поэтому опыт класса растет именно на этой позиции больше. У тебя нет ощущения потери времени в связи с тем, что долгое время ты играл не на этой позиции. Ты мог бы сейчас быть еще куда более опытным, может быть, знать больше, уже готовым и лучше. Ну, в плане опыта соглашусь с тобой, но в центре поля мне помогало то, что видение поля, первый пас. То есть в обороне чуть больше времени. Ты можешь чуть лучше оценить ситуацию. И, конечно, тебе это помогает. С Мурилой тоже была интересная трансформация с точки зрения футбольной позиции. Он, наоборот, из центрального защитника стал опорником. Как эти моменты читаются тренерами, футболистами? Почему такое происходит? Ну, иногда складывается такая ситуация, когда нужно проводить ротацию. То есть если в центральной защите у нас был выбор, в опорной зоне чуть меньше, и приходилось выбирать, попробовали, вроде неплохо смотрится, поставили, хорошо сыграл, все, он начал играть в опорной зоне. Кто сильнее опорник? Мурилу или Стас Макеев? Не знаю. Мурилу хорош. В опорной зоне его хорош. А как центральный защитник кто из вас сильнее? Вопросы Юрия Павловича. У тебя с Юрием Павловичем как часто случались диалоги и случались ли вообще? Случались диалоги после Балтики, ой, перед Балтикой, когда у меня была травма. Я планировался играть, но не успел восстановиться, потому что начал тренироваться только за два дня до игры. И был диалог, когда он первый раз позвал меня к себе в комнату. На базе? Да, я думал, что я натворил, что я сделал. И ничего, так в основном рабочие моменты. А с кем из тренеров у тебя большая близость, что ли, с точки зрения какого-то подсказа? Со всеми тренерами хорошо общаемся, но так как Олег Пашинин больше тренер по защитникам, играл на этой позиции, играл великолепно. Он может многое дать. Ты помнишь? Я некоторые матчи помню. Да, например? Когда он забил гол в Спартаку. ЦСКА. 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 Какой счет был? 3-2? Да, 3-2. Значит, ЦСКА. Все правильно. То есть Олег Алексеевич тебе больше всего подсказывает? Да, естественно, потому что он в основном ведет работу в плане тактику, как располагаются защитники, как они должны действовать. Он очень много нам подсказывает и много общается с каждым из вас. В чем ты прибавил больше всего за последнее время, как считаешь? Прибавил в понимании игры на этой позиции. В чем еще нужно прибавить? Нет предела совершенства. Надо прибавлять во всем. Уделять времени как и работе с мячом, так и ведению борьбы, пониманию позиции. Ты сейчас бы не выделил какие-то конкретные слабости, на которыми работаешь? Больше так, комплексно, да? Ну, мы работаем над взаимопониманиями, над верховой борьбой, над длинными передачами. То есть работа идет каждый день. Твой лучший друг в команде Херидас? Ну, один из, да. Кто еще? Ну, молодые ребята, то есть Данил Куликов с ними общаюсь. Ну, хорошие отношения, очень хорошие у меня с многими партнерами. Тем не менее, с Бенедиктом, ну, это просто неожиданно для многих было. Вот молодой парень только пришел, а тут чемпион мира и немец. Первое время, как только попал в локомотив, у меня были неприятные ощущения под поясницей, ягодичные мышцы. И испанцы, наши реабилитологи, сказали то, что нужно заниматься больше в зале, на эту группу мышц, делать эти упражнения. Он и в этот момент был в массажной комнате Бенедикт Херидас. И он мне просто сказал, ты будешь заниматься со мной. И как-то вот с этого началось наше общение. И Бенедикт очень открытый, очень приятный человек. И та, как кажется, колоссальная разница между нашим возрастом не создает никаких барьеров для общения. Прямо Херидас стал твоим покровителем, что ли? Да, он действительно стал мне другом. И мы много времени проводим вне футбольного поля. Он ощущает тебя полноправным конкурентом? Это нужно спросить у него. Ну, я думаю, да. Ты себя считаешь? Да, конечно. Когда ты стал прогрессировать, рассматриваться тренерским штабом на игру на этой позиции, Херидас не стал так рассматривать? Нет, это у меня прекрасные отношения со всеми игроками на моей позиции. Даже если бы Мурила чуть лучше знал язык, хотя бы английский, то он очень приятный парень. И нам это не мешает хорошо общаться. А вот будучи другом с таким большим действительно игроком, как Бенедикт Херидас, причем человеком твоей позиции, нет желания иногда спросить у него что-то? Ну, конечно, мы общаемся и очень много общаемся на футбольные темы. Он рассказывает мне разные истории, как нужно действовать в этой ситуации, как нужно вести себя в такой ситуации. Это касается не только игровых моментов, но и, в принципе, поведения на футбольном поле. Мы очень много общаемся, он мне очень много дает в этом плане. Хорошо, помимо футбола, что вы обсуждаете, не знаю, фильмы, книги, женщин. Правда, ну, правда интересно. Можем поговорить на любые, действительно на любые темы, вплоть до того, как мы провели отдых в отпуске, что мы любим посмотреть, что мы любим почитать, как провести время. То есть, ну, это действительно, я могу поговорить с ним на любые темы. Когда в последний раз общались, он советовал мне и сериалы, и фильмы, и книги о правильном питании, потому что он, будучи веганом, действительно очень серьезно увлекся этим вопросом. Пытается ли он тебя... Нет, нет, мы с вами даже не обсуждали эту тему. Не знаю, для меня мясо, это очень важная еда в моем рационе. И поэтому, нет, ну, ничего, это его личное дело. Если он чувствует себя лучше, то, дай бог, пусть продолжает, пусть ему это помогает. Раз уж мы затронули тему ваших общих каких-то обсуждений, сериалы, фильмов, посоветуй что-нибудь? Вот из последнего, например. Ты теперь уже в статусе человека, который можно советовать. Назову «Зеленую книгу». Там режиссер в достаточно легком формате обыгрывает такую серьезную тему. Расизма в наше время. Из книг я больше читал из зарубежной литературы. Очень мой любимый автор Марио Пизо. То есть «Крестный отец сицилиец». В тот момент, в моем 16-летнем возрасте, это были мои топовые книги. Я мечтал о такой дружбе, как описывается там. Но это не слишком какие-то, что я не знаю, тяжелые понятийные книги для молодого парня. Просто я в своем детстве прочитал трилогию «Бригады», и в какой-то момент родителям пришлось мне объяснить, что ты не то вынес из этих книг. До 15 лет я вообще не читал. То есть мне это никак не нравилось. А после того, как переехал в интернат, однообразный день, тренировка, учеба, тренировка. И как-то нужно было коротать время. Начал одну книгу читать, вторую, и затем мне это понравилось. Читаю по сей день. Что ты вынес из книг Пизо? Главное, я думаю, умение дружить. Настоящая дружба. Когда ты можешь положиться на человека на 100%, ты знаешь, что он тебя не предаст, и ты для него сделаешь то же самое. То есть открытость в дружбе для меня самое главное. Хорошо. Но это такая серьезная литература, действительно. Если мы говорим о чем-то легком, сериал, например, смотришь ли? Не могу смотреть на самом деле долго. Сериалы это не мое. Не могу я тратить каждый день. Я начинаю смотреть сериал, меня захватывает. То есть первый сезон я могу посмотреть, а потом как-то через не могу. Тут не хочется, тут надо идти на тренировку, тут какие-то дела, и как-то все это сходит на нет. Но то, что смотрел, это смотрел «Острые козырьки». «Бригаду» смотрел так же. Не знаю. А «Наркос» первый сериал, очень крутой. Ну это в принципе все книги, все сериалы достаточно такие жесткие, без стрельбы, не обходящиеся. Да нет, я литературу разного жанра читаю. Это может быть и русская классика, и зарубежная классика, и роман, и где-то психология. Интересно, как человек, в какой ситуации, как он может, не знаю, проявить свое недовольство, свой гнев, свою радость. Достаточно интересная тема. Много сверстников, друзей, которые так же читают? Потому что я, честно говоря, так не могу вспомнить. Ну, в моем окружении есть достаточно людей. Достаточно? Да. То есть все опасения, что сейчас никто не читает, они напрасны? То, что все, абсолютно нет. И как вы действительно обсуждаете книги, советуете друг другу что-то? Да, конечно. Я могу спросить, что вот сейчас я иду на сборы, например, какие книги мне взять, что я могу почитать, какие будут мне интересны. И обмениваемся, советуем друг друга что-то. Вроде вкусы совпадают. В чем сила книги именно для тебя? Сам процесс. То есть когда ты погружаешься в книгу, ты можешь и поразмыслить на какие-то темы. То есть фильм, через фильм ты не всегда можешь застроить какие-то глубочайшие темы, которые зарыты в книгах. То есть ты можешь просто посмотреть, расслабиться, а книга действительно заставляет тебя поразмыслить на этой ситуации, вообразить какую-то ситуацию. То есть как бы ты вышел из нее, как бы ты поступил. Вот так. Ты упомянул друзей, не упомянул девушки. Девушки нет у Станислава Макеева? Нет девушки. Ты в активном поиске? Я пока сосредоточен на футболе. Пока мне это не нужно, я считаю. А ты это для себя прям принципиально решил или вот как-то своим чередом? Был опыт то, что меня, например, это отвлекало. То есть в каких-то моментах надо было погулять с девушкой, надо было уделить ей внимание. В этот момент я хотел больше отдохнуть, больше где-то восстановиться, где-то поспать. Но так как ты, ну как на тот момент ты считаешь, что ты любишь человека, ты хочешь уделить ему достаточно внимания. И поэтому на данный момент я больше сосредоточен на футболе. Восстановление действительно непростой процесс. Конечно, это обычные люди могут думать то, что два часа потренировался, побегал и все, лежишь, плюешь в потолок. Но на самом деле это колоссальные нагрузки. Тебе нужно делать процедуры, тебе нужно восстанавливаться, там, сауна, бассейн, стретчинг, не знаю, очень много всего. И на это действительно нужно много времени. Ты должен уделять этому достаточно времени. Ты как личность продолжаешь еще познавать себя? Или ты считаешь, что ты уже сформировался? И ты полностью себя знаешь и понимаешь? Конечно, я не сформировался. Каждый день что-то черпаю новое. Еще предстоит много-много работы в познании себя. Где вот эта грань? В основной команде вроде бы продолжать учиться всему, как человек в том числе. Но при этом все-таки не быть ребенком, а быть наравне, когда ты выходишь на поле. Я думаю, быт и футбольное поле это достаточно разные понятия. То есть на футбольном поле нет возраста. Если ты играешь, ты также должен напихать тому же черлуки. Несмотря на то, что колоссальная разница в возрасте, на поле все равны, а в быту черлуки не напихаешь? Естественно, ты должен соблюдать субординацию. А на поле действительно такое было? Был подсказ довольно в приказном тоне. Восприятие нормальное? Ну, естественно. То есть он так же понимает, что это футбол. Каждый должен... если здесь ты тихо подскажешь, он не услышит, пойдет атака, могут забить гол. А ты футбол вообще смотришь? Да, я люблю посмотреть футбол. Болишь ли за кого-то? Или кого любишь смотреть именно просто с точки зрения? Люблю смотреть английскую премьер-лигу. Очень динамичный футбол, высокие скорости, там, высокая борьба. Действительно, для меня это приоритет. Кого выделяешь там среди центральных защитников? Естественно, сейчас Вирджил Ван Дайк в безупречной форме находится, но действительно много хороших защитников. Ты смотришь не просто, чтобы отключиться, но садиться, ты смотришь и подмечаешь какие-то моменты. Ты после матча с Атлетикой сказал, что разница в уровне колоссальная. Что ты имел в виду? Поясни, пожалуйста. В интенсивности игры, в скорости передач, в перестроении. То есть там действительно тебе не дают ни секунды лишнего времени. Ты должен выбирать продолжение за 2-3 хода, пока мяч до тебя дойдет. Почему у нас не так? Кто слабее? Игроки, тренеры, не знаю, руководители стадиона хуже, условия, деньги? Где причины? Я думаю, не одна причина скрывается в этом. Как начинать нужно с детско-юношеского футбола, так поднимать эти вопросы в Российском футбольном союзе. То есть одно исходит из другого. Поэтому на каждом этапе развития футболиста нужно что-то улучшать. Мы недавно записывали с тобой правду или боль, и ты не ответил на вопрос, по поводу Черчесова, первого осетина в Локомотиве. В России есть какая-то такая целостность, что ли, осетинского футбольного сообщества. Ты ощущаешь себя частью этого сообщества, или это все надуманно сейчас для тебя? С детства в наших футбольных школах учат то, что много осетинских футболистов играют на высоком уровне, у вас есть хороший шанс, вы точно также должны показывать себя и кто-то из вас заиграет на высоком уровне. У нас достаточно примеров, достаточно высококлассных футболистов с республики, поэтому, я думаю, это не надумано. ты чувствуешь, что ты представляешь не только себя, семью, но еще и всю республику? Конечно, я чувствую это каждый день, потому что очень много людей, незнакомых мне, выражают симпатию, поддерживают меня, радуются моим успехом, и поэтому я хочу только радовать осетинских болельщиков и прославлять осетинский футбол. Если бы не футбол, где бы находился Станислав Макеев? Никто не знает. Ты не задумывался никогда об этом? А ты никак это не осознаешь, не проверишь это. Это правда. А о чем ты задумываешься, исходя из того, что ты можешь изменить? Мечта по поводу будущего это хорошая плодотворная карьера. В основном только пока все мысли повторюсь только о футболе и хочется достичь как можно большего в том, что ты делаешь и то, что ты любишь. А что для тебя хорошая плодотворная карьера? Вписать себя в историю, выиграть какие-то титулы, то есть на международном уровне, выиграть Лигу Чемпионов. Даже так? Да. Не боишься мечтать так далеко, что ли? Почему? Нужно мечтать о многом и упорно трудиться. Нужно просто лишь захотеть и стараться, и ты можешь достичь всего, считаю. К тебе детишки в общежитии уже подходят за какими-то советами? Еще нет, все равно к Чарли могут выйти. Ты не думал о том, что если подойдут о своей речи, не думал пока? Да, просто скажу, пока вы маленький, наслаждайтесь этой игрой и отдавайтесь ей полностью. А как получится, никто не знает. Какая у тебя задача на 2020 год? В первую очередь стать основным игроком Локомотива и постараться помогать команде побеждать. Ты чувствуешь в себе реальные силы это сделать? Да, конечно, я думаю, я могу и стараюсь каждый день, чтобы достичь этого. Субтитры создавал DimaTorzok